Начал подозревать меня в измене, вывез ножом вначале в лес, через месяц вывез и отрубил руки. Это был тщательно подготовленный план мести. С этими жгутами сидела, я уже просто думаю, все, когда это закончится? Когда он вытащил топор, я вообще думала, что он сейчас отрубит руки, ноги и потом голову, ну, либо сразу голову. Я, честно, не ожидала, я не думаю, что меня еще в такой ситуации могут обвинять. Большинство считают, что если случается какая-то трагедия, человек должен страдать. Я боюсь, я не знаю, что делать, когда он уйдет. Никакой защиты со стороны государства нет. Куртку я застегнуть не могу, ну, никакие молнии, это мне всегда помогают дети. Бионический протез на два года всего, и стоит он около шести миллионов. Всего на два года? Существует здоровая ревность? Если тебе что-то не устраивает, то надо расходиться, а не калечить другого. Как по-другому сидеть, как бы рыдать, что ничего не изменится, руки не вырастут? Это не значит, что я тут порхаю, у меня так все хорошо, там мои протезы, это все ерунда, нет, мне тяжело. И это все теперь на всю мою жизнь. Заходи. Здрасте. Ноги можно не вытирать. Встречатель. Ты всем нам сказал привет, Ярослав? Ярослав, смотри, гости пришли. Скажи привет. Нет. Давай я тебя возьму. Ой, куда ты спрятался? А давай я его на руки возьму. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Здесь у нас гостевая комната. Вот. Там сейчас дети. Здесь будет гардеробная. Ух, тут такая акустика. Можно. Петь. Это ее новая жизнь. Больше всего, чего хотела делать в доме, это санузлы. Прям моя любовь, любовь, и я хотела в ванну. Я в ней даже лежала уже. Ой, ну сейчас тут мокро, я не лягу. Вот она показывает нам свой новый, почти достроенный дом с большими панорамными окнами. Смотри, какой шикарный вид. Это прям лазурный берег. Ты меня и поэтому возишь аккуратнее. Рядом ее новый муж Максим. Он музыкант. В их семье недавно родился малыш Ярослав. Держи, Яр. Я можно вот так вот. Я не могу палец крутить. А не мне палец, пожалуйста. Какой? Вот этот. Куда его? Куда, к тебе. Я не казалась. Спасибо большое. Дети ласково называют маму трансформером. Мама трансформер. Раньше, вот когда я только приехала как раз из Германии с протезом, туда мама трансформер. Я мама, а я сама так писала в соцсетях, мама трансформер. Ну я мама, действительно, и как бы у меня есть железная рука. Ну если я куда-то выхожу с протезом, то часто узнают. Вот. Но я могу, например, ну когда руки в карман или что-то есть, когда косметический протез. Я не хочу какого-то излишнего внимания, поэтому я могу это варьировать, чтобы меня не замечали, потому что не всегда это хочется. Отец двоих детей вывез в лес супругу и после жестоких пыток отрубил ей топором обе кисти рук. Отрубал пальцы, потом вообще просто топором измельчил обе руки. Общественность шокировала жестокость, с которой садист изувечил мать своих детей. Маргарита Грачева. Шесть лет назад это имя узнала вся страна. 11 декабря 2017 года первый муж Риты и родной отец двух ее сыновей, Дмитрий Грачев, вывез девушку в лес, чтобы зверски отрубить ей кисти рук. Вот где-то здесь лежали части кисти, страшное, конечно, зрелище. Белый снег, красная кровь и пальцы. Ужас. Маргарита выжила. Врачи по кусочкам собрали ее левую руку, а вместо правой установили бионический протез. Давай сюда. Украсим протез. Грачев получил срок 14 лет и сейчас находится в колонии строгого режима. Твое имя сейчас снова на лентах новостей и заголовках российских СМИ. Режиссер Сарик Андреасян снял сериалы «Твои жизни», реальную историю любви и зверства, которую сейчас обсуждают вновь по всей стране. Сегодня создается ваша семья. Прошу ответить вас, жених. Да. Расскажи, пожалуйста, сложно ли тебе было снова погружаться в тот ужас и ад? Потому что вот мы с тобой встречаемся уже не первый раз и делали тоже интервью на эту тему. И я представляю, как вот каждый раз уже все пережила, красавица, умница, и каждый раз тебя обратно туда возвращает. Мне кажется, уже несложно, потому что это уже как-то как по накатанной постоянно СМИ. Это были и суды, и я уже как-то привыкла и могу спокойно отвечать. Для тебя это была какая-то важная работа? Очень. Это как и написание книги, написание сериала, это лишний раз мы поднимаем тему домашнего насилия, тему инвалидности. И так как ничего не меняется на законодательном уровне, мне кажется, важно об этом говорить и не молчать. Я видела в соцсетях фотографии со съемочной площадки. Ты знаешь, что меня поразило? Ты не побоялась принять участие в самых жестких, кровавых сценах в лесу. Ну вот там, где все это происходило, отрубание рук и так далее. Скажи, почему тебе было важно это все как бы увидеть снова? Не проще было бы, как делает большинство людей во всем мире, все забыть и вообще начать жить по-другому? Ну вообще съемочный день, я обязательно говорила, что я хочу быть в этот день, когда мы будем снимать все ужасные события. Не знаю почему. Мне было важно видеть, хотела, чтобы это было максимально достоверно. Хотя, вряд ли, я там уже могла что-то изменить. Вот. И мне было, ну прям, я очень хотела там побывать. Ну и, конечно, с героями познакомиться. Но я была еще в другие дни, когда мы снимали. Но этот день прямо, ну мне было не тяжело. И, наверное, потому что это снимается, это не как в жизни происходит. Ну там на протяжении двух минут или, как в моем случае, часа. Ты это снимаешь с утра и до вечера, и вот этот момент какой-то там страха уже пропадает. Но для зрителя, думаю, будет волнительно, и они будут переживать. Просто фотографии немножко пугают. Ты стоишь рядом с актером в крови, все это прямо, ты улыбаешься при этом. Ну там не кровь, а сахар, и топор там силиконовый. Поэтому, ну, как бы я понимаю здраво, что это не меня опять куда-то вывезли. А, ну, по жизни, кто будет смотреть, я думаю, зрителям для него будет это страшно. Ну, то есть никаких панических атак в лесу у тебя там нет? В лесу у меня нет, но у меня есть, я не скажу, что это панические атаки, я не могу задавать кровь. Но вообще для меня, когда на меня надевают жгуты, если проходит, я вот это чувствую, что у меня начинают не иметь руки, у меня уходят вены, мне берут кровь по 40 минут, меня кладут. И это прямо очень-очень тяжелая такая и больная тема. Сериал называется «Сама виновата» со знаком вопроса. Ужасное название. Я его посмотрела, и, как мне кажется, он поднимает важную очень тему абьюза и общественного давления, с которым сталкиваются жертвы домашнего насилия. Вот лично ты в чем видишь главный месседж этой истории? Поднимать тему домашнего насилия, тему инвалидности, говорить об этом. По названию как раз «Сама виновата», почему она мне так не нравится, потому что и мне это писали, и даже сейчас иногда пишут. Мне кажется, это ужасное клише, и, конечно, хочется это развеять, не знаю, насколько это возможно в головах наших людей. Но такое название. Я вначале была изначально без рук, и оно мне было ближе. По-моему, есть такая терапия, когда ты, ну, чтобы избавиться от страха, ты в него погружаешься, и это помогает тебе. Да, я слышал такое, что так лечат от той же аэрофобии и так далее. Мне кажется, что, во-первых, она в любом случае хотела, чтобы сериал о ней был достоверным. Я думаю, что все всегда понимают, что кино – это немножко другая реальность, это немножко вымышленный мир. И мне кажется, что у него где-то подсознательно был страх, что мы можем сделать что-то не так. Можем сделать по-другому, либо не показать это достоверно. А во многом, чем достовернее это показано, тем сильнее ты сопереживаешь всему тому, что происходит даже просто в ее жизни. Ты сопереживаешь ей и сильнее понимаешь, через что она прошла. Ну, то есть, если бы это сделано было, ну, я не знаю, за кадром, мы бы не показали, услышали бы крик и прочее, наверное, бы это не работало. То есть, мы же кинематографисты, мы бы, возможно, подумали, что нужно где-то обойти непосредственно прямой удар и так далее. Но с ней вместе, скажем так, наверное, она нам дала добро на то, чтобы мы показали это максимально честно. Да, наверное, это где-то шок, когда тебе приходится закрывать глаза, когда ты это видишь, да, там. Но в то же время по-другому это не работает. Потому что, не дай бог, иначе тебе покажется, что, ну, типа, а что, ничего страшного, ну, понимаешь? Поэтому тут либо честно надо делать, либо не делать. И я думаю, что в этом суть, почему она присутствовала. Она присутствовала именно вот как раз-таки вот в лесу и еще там какой-то из ней прижала. Да, у меня были эти мысли, зачем я это? Но в итоге я себе вот объяснил это именно тем, чтобы проследить за качеством. А второе, ну, слушай, есть же в жизни, наверное, факты, которые случились. Ну, прошлое есть прошлое, оно уже произошло. Ничего не изменить. А с настоящим ты можешь взаимодействовать. А на тот момент это было настоящее, да, а не снимался сериал. Я ей только благодарен в этом плане, потому что все равно это ее поддержка, да. Потому что мне так в какой-то степени спокойнее. Я понимаю, что она вот стоит за моей спиной там у монитора, и она увидела и не сказала мне, не-не-не, ты что творишь, да, там, или это не так. То есть я понимаю, что она приняла, и мне спокойнее, что я честен и перед ней, и получается, что я честен и перед зрителем. Я понимаю, что это трудно, но давай для наших зрителей попробуем все-таки вспомнить, вдруг кто-то сидит в танке и не видел даже наших с тобой интервью. Можешь немножко ввести вот таких зрителей в курс дела? Как развивались ваши отношения с Дмитрием Играчевым? Ты его любила? Как там все происходило в самом начале? Ну, если коротко, так можно все посмотреть в интернете, прочитать книгу, посмотреть сериал. Если коротко, мы жили пять лет в браке, родила я двоих детей. Потом наступила стадия развода, потому что мы стали жить как соседи, отдалились друг от друга. И когда я сказала, что я хочу развестись, он резко переключился, начал подозревать меня в измене. Вывез ножом вначале в лес, потом через месяц вывез уже в лес и отрубил руки. В интернете много ваших фотографий еще счастливого периода. Вы красивая, очень пара с двумя прекрасными детьми. Конечно, многие примеряют это на себя. Можешь сказать, был какой-то момент, который точно означал, что что-то пошло не так, и для людей это должна быть какая-то точка, если в их отношениях тоже начинает так происходить. Мне кажется, любое рукоприкладство, если имеется, то надо сразу уходить, и люди не меняются. Это вы можете еще прожить год, два, пять, но мне кажется, это плохой знак. Но каких-то таких, не знаю, точных действий нет. Это было бы слишком просто, и, наверное, можно было бы легко тогда найти абьюзера. Ты в одном из интервью говорила, мы просто сожительствовали, просто приходили с работы, еле ложились спать, каждый занимался своими делами. Что заставило тебя принять решение о разводе? Вот это бытовуха, приходили домой, ложились спать, просто сожительствовали. Ну да, жить по соседству зачем, если ты можешь изменить свою жизнь к лучшему, и лучше разойтись, зачем так жить. А когда появилось насилие в вашей семье? В какой форме первые ласточки были? Ну вот в моем случае это все на стадии развода. Я не замечала, когда была в браке, и сейчас, когда анализирую, тоже нету каких-то, ну никогда на меня он не поднимал руку. Возможно, это какие-то излишний контроль, там он знал все мои пароли, но меня это никогда не, ну никак-то не вызывало подозрению, потому что скрывать было нечего, и я даже не думала, что это плохо. Хотя, возможно, это да, тоже такой знак. Я читала, что за несколько недель до трагедии ты подавала в полицию заявление на мужа, в котором рассказала об угрозах с его стороны. Однако участковый не нашел в действиях Дмитрия состава преступления. Расскажи, что это были за угрозы? За месяц до трагедии он вывозил меня тоже с ножом в лес. Да, мы ходили, подавали заявление, я и мама. Ну, участковый никак не отреагировал, а сейчас, как я знаю, потому что тоже были возбуждены дела. Прошло дело среди девяти сотрудников, каждый из полиции передавал, кто-то в отпуск уходил, все кому-то что-то передавали, а потом просто закрыли. Но это очень частая ситуация в нашей стране. Как ты думаешь, вот это распиздяйство со стороны полиции в итоге развязало Грачеву? Полностью, я считаю, вообще человек, когда понимает, что он безнаказан, ну, как бы ты вывез человека в лес, и тебя просто там участковый позвонил, сказал что-то, ну, не делай так больше, и как бы поговорил с тобой, как во дворе, конечно, блин, пойду-ка я еще что-нибудь натворю, никто меня особо и не осудит. А что происходило в тот день 11 декабря 2017 года? Он пообещал отвезти тебя до работы, правильно? Но вместо этого повез в лес. Да, ну, более детально я, честно, уже там прям так подробно не помню, потому что все равно как-то подсознание стирает. Я как раз, когда просматривала сериал, думаю, это все было, ну, какие-то прям не помнишь моменты. А тогда мы завезли детей в детский сад, заехали к маме там дорожную сумку забрать, и поехали, должны были на работу, поехали в Брест. Дима, куда мы едем? Дима, я так не работаю, опоздаю, куда ты меня везешь? Ты пишешь в своей книге, что это был тщательно подготовленный план мести. Грачев заранее купил топор и жгуты. Сколько по времени продолжались пытки в лесу? Где-то около час двадцать. Вот так. Но это ужасно, это ужасно. Тебе, наверное, проще, если там попадаешь в аварию, или тебе там сразу отрубили руки. Я просто помню, что в какой-то момент, когда прошел час, и я уже с этими жгутами сидела, я уже просто думаю, все, когда это закончится, хоть уже без разницы как. Твоя мама рассказывала Малахову, что прежде чем отрубить руки, он отрезал тебе, матери его детей, все пальцы и раздробил кость. Ну, я это... Такая нечеловеческая жестокость. Настолько я не знаю, потому что просто у меня есть фотография, где я приехала вот с этой рукой, с правой. Ну, я ее никогда не показывала, и там просто каша и месиво. Не просто тебе отрезали руку, там, я не знаю, я не знаю, что это надо делать, это прям месоруку как будто прокручиваю. За пять лет совместной жизни ты ни разу не замечала у него этих садистских наклонностей? Ну, какие-то, я говорю, излишний контроль, ну, прям, что человек такое может совершить, нет. Ну, мне кажется, никто, наверное, не догадывается никогда. Ну, знаешь, как в фильмах всяких категории С показывают, там, вот мальчик голубя расчленяет, значит, вырастет садист. Ну, потом было уже, говорили соседи, что он там подал кошку, что-то такое, ну, я не знаю, и лично я это не видела. Но говорят, что все равно насилие идет все откуда-то из детства. Как ты сама понимаешь, в чем был его план? На что он рассчитывал? То есть Грачев не стал тебя убивать, чтобы его судили потом по мягкой статье за нанесение только телесных повреждений? Или в этот момент он об этом не думал, и просто в какой-то момент тебя пожалел? Или вот как ты для себя это все объяснила потом? Ну, план у него был точно продуман, и убивать – это больше срок. Лучше, конечно же, причинить вред и потом отвезти в больницу и сдаться с явкой повинной. А в плане, ну, почему не убил, я думаю, еще чтобы сделать больнее, все-таки жить с инваринностью – это намного сложнее, чем когда ты уже не живешь. В сериале эта сцена показана максимально реалистично, и от нее, конечно, мурашки. Можешь вспомнить в том состоянии вот адской боли и шока, что Грачев говорил, пока вез тебя в больницу? Какие слова были в тот момент на его языке? Когда в машине уже все положил меня, он говорил, какой адреналин, позвонил тете, отправил сообщение всем, и что такое, проверял пульс, но несколько раз повторял, какой адреналин. Позвонил всем родственникам? Нет, позвонил он своей тете, а сообщение отправил самым близким родственникам, маме, друзьям. Какое сообщение? Что за сообщение? Я так-то дословно не помню. Ну, что-то типа видит Бог, я не хотел, и я это сделал, потому что меня довели. Огласку этой трагедии предала твоя мама. Почему она решила обратиться в пресс? Потому что, ну, у родственников Грачева есть определенные связи, и боялась, что он вообще избежит наказания. Это дорога в лес. Я думаю, что он по этой дороге много раз проехал и сам, и он вот прикидывал, как он говорил, он и пень даже выбрал. И даже когда я с ним два раза ездила, вот за те полтора месяца в машине, мы все время крутились где-то вот в этом отрезки части города, района. Дай телефон. Было темно, вот я когда с ним ездила, я не запоминала, но мне и в голову не пришло, что он уже какой-то маршрут здесь наметил. Где-то здесь они примерно и ехали. А вот и почти как тогда. Действительно страшный день, который прямо разрубил. И не только Ритя разрубил эти руки, а покалечил очень много жизней. Вот это страшное зверство, несчастье произошло где-то здесь поблизости, в этом лесу. Лес, наверное, видел многое, но мне кажется, что даже лесу было страшно увидеть такое истязательство сознательное одного человека над другим. Друг, я чувствую, я не чувствую. При этом он сказал, что теперь ты почувствуешь хотя бы немножко того, как было больно мне. Человек не мог принять эту ситуацию, что с ним хотят развестись, если не по его инициативе. Сегодня минус пять, в тот день ноль, минус один. Ну, практически такой же осенне-зимний лес. Где все произошло? Все произошло примерно вот здесь, рядом, на этой полянке. Пенек Горачев выбирал заранее, присмотрел его, чтобы уже ничто не помешало осуществить его планы. Меня иногда посещают такие мысли, но они скорее фантастические, что если бы сознание Горачева вдруг изменилось, и он смог понять, прочувствовать, что он сделал, то, наверное, это бы было самое актуальное наказание для него. Но, наверное, это неосуществимо. И в те дни, я помню, что я вспоминала книгу «Трудно быть Богом». Просто если уже ты идешь на такие поступки, ты, наверное, чувствуешь себя как Бог. Стой! Это было в сознании все это время? Да. Я очень мечтала отключиться и вообще не понимала, почему мой организм меня держит, зачем мне это видеть, знать и вообще чувствовать. Ну, все, отключилась. Я только когда он в больницу меня довез, я сказала номер мамы телефона, причем правильно. И все, я тогда отключилась. Ну, я еще уползать пыталась. А он отправился сразу после больницы? Полицию, да, получается. Ну, вот этот момент, кстати, мне кажется, он не продумал, потому что, когда ты приходишь в полицию, сразу едут на место преступления. А там была моя рука. Мне кажется, если бы он знал, что руки пришивают, что такое возможно, то он бы ее куда-то выкинул там по пути и все. То есть, получается, вот в лесу нашли руку, это спасло тебе... Полиция, полиция нашла, да. Да, и это тебе спасло левую руку в том числе. То, что нашли, то, что была погода, 0 градусов, если меньше или больше, идет некроз и все. Если было бы минус 10, то ничего бы даже, если бы нашли. Спасло, что рядом с Москвой. А скажи, а вот руку, которую восстановили, как это было возможно? Чувствуешь ли ты сейчас ее полностью, мелкую модель? Вначале было возможно просто пришить и ждать там неделю, чтобы она не отторглась. Это тоже часто, когда рука не приживается, ее приходится ампутировать, и мы ее ждали. Ну, и врачи постоянно смотрели, чтобы по ней пошел кровоток. Потом из-за того, что это очень сложная была, она из трех частей была, вообще отдельных трех частей, ну, ее было, как бы, чувствительность у меня не цельная. Это процентов на 15, если я оцениваю. Ну, я, например, глажу кота, я не пойму, что это кот. Если закрытыми глазами что-то достать, я тоже не пойму на ощупь, как человек. Потом я не расстегну себе вот так что-то, ну, потому что не почувствую. Вот, но все равно здорово, потому что все там манипуляции с водой, мыть голову, это все, я делаю левой рукой, там, детей, и потому что протез мочить нельзя. Он всегда, он сам мне вечером все говорит, мама, мы ручку сегодня будем тянуть? Ну, отек это тоже убирало, когда вначале это все было. Ну, опять же, и там, ем я этой рукой. Потому что вот этим протезом, кстати, ты не можешь держать ложку и вилку, хотя стоит он там сейчас около 6 миллионов, ну, а там и резать что-то ты тоже не можешь, я это все делаю левой рукой. Не пишу, если что-то такое, ну, подписать, например, какие-то договоры, да, могу, а если писать, то я не могу писать, не умею. И тоже это очень сложно и тяжело. Куртку я застегнуть не могу. Это прям, ну, никакие молнии, это мне всегда помогают дети. Ну, либо я иду расстегнутые куда-то. Ну, когда на машине обычно это не сложно, не холодно. Молодец. Очень частая тема у агрессоров, абьюзеров, что перед каким-то таким событием, когда они хотят там что-то совершить, они принимают такую позицию, что становятся спокойными. Ну, какой-то. Он последнюю неделю как раз вел себя, ну, более-менее правильно. Он там что-то, ну, не надоедал, не приезжал ко мне, никогда это все время преследовал. Поэтому он как раз успокоился. И я, ну, я не ожидала. Я думала, что... Ну, понятно, я его опасалась, но, конечно, не думала, что он может совершить такое. Когда он вытащил топор, я вообще думала, что он сейчас отрубит руки, ноги, потом голову. Ну, либо сразу голову. Я не знала, что это руки. Ну, и вообще... Ой, не понимала. Что он хочет. Там еще была какая-то банка у него с прозрачной жидкостью. Я, скорее всего, думаю, это кислота. Ну, потому что вряд ли в стеклянной банке он унес там воду для себя, там, не знаю, руки помыть после преступления. Поэтому было хорошо, что на меня эта кислота не вылилась. Не поняли. Ну, до последнего. Пока не начал рубить руки, то я не знала. Я думала, что сейчас я... Я безумная была. Помню, когда он меня принес в машину и запихивал туда. Я думаю, надо обязательно. Это я уже была без рук вообще вот в таком состоянии. Думаю, обязательно надо запихнуть ноги. Если вдруг они сейчас не влезут, ну, машина не закроется. Назад он меня кинул, а там еще детское сиденье было, кресло. Думаю, сейчас если ноги не влезут, то он и их отрубит. Поэтому, ну, как бы я помню, что я их запихивала. Поэтому я вообще не знала. Ну, и что у человека там на уме, неизвестно. Я помню точно, он говорил, что... Ну, это прям, по-моему, не в момент, когда он рубил, а до... Ну, когда уже притащил к этому пню, что ты хотела машину водить, ты не будешь этого делать. Детей гладить ты тоже не сможешь. Вот это он говорил. Человек на тебя с топором, ну, замахивается, он постоянно угрожал. Я пробовала всеми способами. Я говорила, что я буду с тобой жить, я тебя люблю, я никому не расскажу. И все изменя... Ну, все, все, что было возможно, я это пробовала. И в один момент он же... Мы пошли обратно к машине, он мне развязал руки. И, ну, мы сели в машину, а потом он сказал, что нет, надо доделать все до конца и потащил меня в лес. Нет, это не пойдет. Надо что до конца доделать? Нет, нет, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, ты сейчас, ты говоришь. Как только в город приедем, сразу сдашь меня. А ты сейчас никого избежать. Меня посадят просто так. Нет! Нет, так не пойдет. Руки клади. Пожалуйста. Когда я пыталась уползти спинька, когда он мне руки рубил, у меня есть шрамы на ноге. Он начал сел на меня сверху и начал бить топором по ноге. Поэтому, когда говорят, что нет, я ничего не делаю. Нет, я старалась всеми возможными способами. Ну, и как любой другой, мне кажется, здравомыслящий человек. Ты помнишь момент, когда впервые тебе сказали, сама виновата? Ну, наверное, где-то в комментариях, в соцсетях. Я, честно, не ожидала, я не думаю, что меня еще в такой ситуации могут обвинять. А тут, ну, было много. Да и сейчас есть. Как ты думаешь, почему после трагедии тебя, по сути дела, изувеченную жертву, какие-то люди стали осуждать? Я не знаю. Ну, это тоже популярно, потому что людям проще принять, наверное, что человек такое не может совершить, его как-то надо довести. Ну, и у нас любят осуждать, любят всегда нападать на пострадавшего. Ну, слушай, мне кажется, это просто очень важная тема, виктим-блейминга. Помнишь, кстати, историю с Региной Тодоренко, которая заявила, что женщины часто сами виноваты? Ну, ее тогда тоже за это заклевали, и она там много извинялась. Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделал для того, чтобы он тебя ударил? Ты тогда за Тодоренко заступилась. Я вот это отметила. Почему? Ну, я сказала, что она неправильно рассуждает, ну, по моему мнению, ну, скорее всего, а что, зачем на нее накидывать смысл? Она так точно не изменит свою точку мнения и зрения, поэтому проще, наверное, рассказать и показать, насколько это масштабно и глобально. Я тогда и отправляла книгу, не знаю, прочитала она ее или нет. Конечно, мне очень бы хотелось, что да, что это было не только для вида, ну, для того, чтобы публично это... А там не знаю. А русский виктим-блейминг, это же в целом про патриархальную такую идею. Откуда в народе все эти житейские мудрости? Стерпится, слюбится, бьет, значит, любит. Вот как ты сама отвечаешь на этот вопрос? Почему это происходит с людьми? Ну, это, наверное, лучше психологов все-таки спрашивать. Ну, по моему обычному мнению, я думаю, что это идет из прошлого. Ну, раньше бабушки, дедушки все терпели, зачем носить ссоры из избы, ну, как бы, рушить семью, и раньше-то вообще это было, как бы нельзя, еще и женщина одна будет с детьми, куда лучше потерпи. Я думаю, оттуда. Мне нужен эксклюзив. Подними всех своих информаторов, нарой по максимуму все, что сможешь, и давай без сантиментов, жестко, как ты умеешь. Святую из нее и без нас делают. Мне нужен резонанс. В большинстве случаев жертва не виновата. Нередко жертва сама провоцирует насилие. Я честно считаю, что все эти разговоры бьет, значит, любит, стерпится, слюбится и так далее. Это ужасно. Я считаю, что эти вообще какие-то поговорки, их нужно вычеркнуть, потому что, да, наверное, они придуманы как-то очень давно, и мир был другой. Но я всегда говорю о том, что, во-первых, страна должна заботиться о своих детях, о своих женщинах, о своих стариках, иначе как бы, ну, нет в этом никакого смысла. Поэтому для меня это способ сказать, что я против, я против вообще в целом домашнего насилия, обращенного к детям, к женщинам. То есть я считаю, что все это неприемлемо. И я считаю, что если ты такой ревнивый, я не знаю, ты не можешь жить, или ты в чем-то подозреваешь, ну, развернись, уйди. То есть мне не очень понятно причинение какой-то физической боли, да, в какой-то степени и моральной. не знаю, там, я не какой-то, да, там, психолог, чтобы понимать, почему в людях это вырастает, но в целом я считаю, что с этим надо бороться. И контент, не только мой, я уверен, что в стране многое делается на эту тему, способствует этому. Потому что нас смотрят люди и у каждой женщины, даже вот просто почитайте комментарии под трейлером, каждый третий пишет, что в ее жизни это было. Смотри, что ты сделал. Это же ты во всем виноват. Ты, сука. Нет, нет, ты не умрешь. Когда на руки будешь смотреть, будешь меня вспоминать. Сейчас это называется модными словами абьюз или еще как-то. Но в целом мы понимаем, что это больные взаимоотношения. И самое страшное, что во многом мы все понимаем, что наше общество так воспитано, что женщина стесняется сказать, что ей нанесли увечья. Потому что ты сама виновата. Ты можешь прийти к своей матери, и она скажет, ну, доченька, это судьба, это же твой на всю жизнь. Либо ты расскажешь это подругам, и они тоже скажут, ну, так, ты же сама виновата. И так далее. Я думаю, что не может быть такого понятия. Безусловно, вы в чем-то можете друг друга недопонимать, но это не может привести к рукоприкладству. Это об этом речь. Я же не говорю, давайте будем все плюшевыми, никогда не будем выяснять отношения. Нет, мы все люди. Безусловно, мы что-то выясняем, говорим друг с другом. Поэтому и в этом случае, да, мы говорим о том, что это неприемлемо. Ольга Грачева, твоя бывшая свекровь, мать Дмитрия и бабушка твоих детей. Объясни, почему ты с ней полностью разорвала отношения? Ну, потому что она поддерживает своего сына, и изначально я думала, что она будет видеться с внуками, и потом, когда все родственники скажут, что я его довела, что он сам не смог такого совершить, я поняла, что с внуками видеться не надо. И что, тоже она и увидится, и будет им говорить, папа хороший, а мама плохо себя вела. Я смотрела эфиру Андрея Малахова, там Ольга Грачева со слезами на глазах просит у тебя прощения. Просто знайте и помните о том, что я вас всегда любила. Почему ты не смогла ее простить? А я не скажу, что я не простила. Мне кажется, я и награчевана, у меня нету какой-то, что я каждое утро просыпаюсь и думаю, что я там не простила. Я больше думаю о своей безопасности, да, то, что не простила. Я точно не держу никакого-то зла, но иметь отношения с этими людьми я не хочу. Но она там прямо молит тебя и говорит о том, что хочет видеться с внуками. Да, с одной стороны ее даже жалко, как она тоже человек, который пострадал от своего сына. Как бы это были ее внуки, она всегда с ними виделась, а тут раз и просто решили всего этого. Но, может, стоит дать ей такую возможность? Нет, 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 точно нет. И как бы я совершенно против. Я вообще не хочу никаких... Вот хочется понять, потому что вот люди смотрят, пожилой человек плачет, просит просто видеться с ними, а ты так прямо... если бы была другая позиция, она приняла то, что ее сын сделал страшное преступление и как бы осознала это действительно, не просто там на камеру это сказать, то я бы, возможно, подумала. Так она, кажется, осознала. Я считаю, что он вообще виноват и его нужно лишить родительских прав. Это больше, когда какие-то там телешоу, а в жизни совершенно по-другому. И мы же виделись и в суде, и... Ну, а как в жизни? Вы с ней общались? Откуда ты знаешь? Нет, виделись где-то в суде на программах, но ее дедушка, его, как бы ее, получается, отец говорил, что это не мы должны извиняться, а Рита сама перед нами извинится. Я просто не могу поверить до сих пор, что Дима мог сотворить такой без причины. Он думал, что Рита ему изменяет. Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, похищению и угрозы убийства. Если у тебя страх, что он может досрочно освободиться? Есть и досрочно, есть. Я боюсь, я не знаю, что делать, когда он выйдет. Ну, никакой защиты со стороны государства нет. Я боюсь, когда он вез, потому что он говорил, если я его ждать не буду, он придет, отрубит руки маме. Я действительно боюсь. И даже если я куда-то скроюсь, уеду, то неизвестно, что здесь родственники, ну, как бы всех же не перевезешь. Это такой вопрос, просто я чуть-чуть его отдвигаю, потому что время еще есть. Но я действительно боюсь. И я считаю, что тюрьма никого не исправляет, и ты там становишься только жестче. Тем более, все вышло как бы из-под его контроля, и я думаю, что ему хочется отомстить. А ты что-то знаешь о его жизни там? То есть он не пробовал, например, там, записаться добровольцем или как-то уменьшить себе срок? Хорошо ли он там себя ведет? Есть ли у него шансы? Ведет, не знаю. Про СВО спрашиваю периодически, потому что я тоже переживаю. Тем более, сейчас очень много таких случаев, прям жесточайших, где тоже убил жену, там, расчленил и мясорубь перекрутил, и вот он сейчас вышел на свободу. Поэтому, ну, не так давно узнавала, вроде как-то, но неизвестно, насколько достоверны эти ответы. Что ты будешь делать, если он досрочно освободится? Не знаю, переезжать, наверное, скорее всего. Скорее всего. Но тоже, я говорю, ты же не сможешь скрываться? Ну, куда-то, по идее, надо в Европу, где сложнее выехать, ну, с судимостью не попасть. Куда-то так. Ну, ты не знаю, но это тоже надо, чтобы дети не вели соцсети, никак не выйти, это тяжело. Ну, для тебя же такой будет серьезный удар уехать из России, я так понимаю, ты не хочешь уезжать? Не хочу, ну, во-первых, я никого тут не расчленяла, и почему я должна уезжать. Во-вторых, тут дети, тут занятия, тут вся жизнь, тут родственники. Не хочу. В плане, конечно, инвалидности, наверное, Европа намного лучше. Не, наверное, намного лучше. Но не хочу, но в плане безопасности тут надо будет дальше думать. Ну, я говорю, тут тоже останутся родители, как бы неизвестно, он может к ним прийти. А в таких случаях уже после срока государство не дает никакую защиту, да? В нашей стране, в нашей стране нет. Нету каких-то охранных ордеров, нету там электронных браслетов. Хотя хотелось бы, но есть вероятность, что может быть, когда-нибудь мы к этому придем. Но пока ничего не изменилось. Я, признаться честно, я считаю, что те, по-моему, 14 лет, которые он получил, это очень мало. Я, в принципе, считаю, что это пожизненное. Потому что даже я, делая сериал, вдруг подумал, что а ведь этот человек выйдет из тюрьмы, может, у него будут вопросы к Сарику Андрея Асяну, почему он решил рассказать эту историю. Понимаете? Почему я должен об этом думать? То есть, это преступник. И я не верю, что в нашей стране исправительная колония является исправительной. Я в это не верю. Да, потому что я думаю, что все равно люди выходят, скорее всего, более обозленными. дай бог, чтобы я ошибался. Но в целом, я считаю, что все равно говорить нужно. Это тоже смело, в какой-то степени опасно. В первую очередь, это опасно для нее, потому что я знаю, что она тоже очень боится, что он выйдет из тюрьмы и, возможно, он придет в эту семью, в ее новую. И это очень серьезный стресс. Ну, как бы вообще мысли об этом. На мой взгляд, эту историю нужно даже как-то пересматривать и обезопасить ее. Ну, то есть, либо мы, как общество, должны быть абсолютно уверены, что эти люди выходят другими людьми. Я не знаю, пока он сидел, он освоил какую-то профессию или еще что-то, и теперь он как бы все осознал. Иначе это не может существовать. Потому что, ну, если мы представим, что эта семья бы просто переехала бы из этого города, промолчала бы, а он бы продолжал бы жить, женился бы на другой и, не дай бог, отрубил бы уже, не важно, не руки, а голову. Когда был суд, ты приходила на слушание и смотрела человеку, который тебе отрубил руки в глаза. Со стороны, согласись, это выглядит как пиздец, какая драма. Для чего ты это делала? Я вначале не хотела ходить. Я сказала, ну, потому что на лишение родительских прав я не ходила, и там интересы адвокаты представляли. Я вообще максимально отстранялась от этого. Но на основное дело надо было обязательно один раз прийти. Я пришла один раз, и я думала, что я всего сделаю это, ну, единожды. Но увидела, сколько там вранья с его стороны. Просто кроме меня отрицать это не могут. Ну, как бы адвокаты же не знают всю семейную жизнь. Поэтому я решила, что в дальнейшем буду уходить. Взгляд в пол и общение на вы. В Московской области в суде сегодня впервые встретились жертва бил ей кисти рук. Сколько приблизительно раз вы обращались ко мне по дороге от детского сада до деревни Глазово с просьбой остановить машину, выпустить? Раз в пять, я тут очень не могу. Ну, я общалась с ним на вы. Я почему-то тогда думала, что так надо в суде. Ну, такое, не очень приятное. И он тоже обращался к тебе на вы. Это очень странно выглядит. Это было какое-то, ну... Ну, да, то есть вы пять лет жили вместе, а потом... А почему вы, да? Вы... Она не может причесать волосы. Она не может накрасить глаза. Она не может даже вытереть слезы своему ребенку, когда он плачет. Она не может застегнуть ему пуговицу. И это нестерпимая боль. Это невыносимое мучение. Ты проходила реабилитацию в Германии. Сейчас я знаю, у тебя несколько протезов. Научилась ли ты с ними жить, обращаться? Насколько они вообще долговечны? Расскажи об этом. Бионический протез на два года всего. И стоит он около 6 миллионов. Всего на два года? Всего на два года. И каждые два года ты его меняешь. Но сейчас я это делаю за счет государства. Но сейчас все очень сильно подвисло. Я подавала заявку более 8 месяцев назад. И никуда ничего не двигается. Я так понимаю, тоже из-за того, что это СВО. Много людей с ампутацией. И опять же, перекрыты границы. Это же все привозят. Вот, например, это делали. Ну, тоже в Германии привозили. И которые у меня такой же аналогичный от государства. Поэтому с деталями, с ремонтами это все очень сложно. Это тоже больная тема. И люди, кто вот с протезом сидит, ты пока его отдал в ремонт, ты полгода без всего. Сколько у тебя протезов всего сейчас? Вот в данный момент. Ну, если бионических, это которые двигаются, то три. А есть небионические? Есть, есть. Есть еще косметические. Это просто имитация руки. Ну, я такой не ношу, но он и мне есть. Я его делала. А почему, кстати, тебя в интернете многие хейтят за это? Ну, во-первых, он бесполезен. Он не двигается. Это чисто ты можешь одеть сюда, и чтобы тебя никто не видел. Ну, там, длинный свитер, и ты как будто с обычной рукой. Но для меня это даже не функционально. Смысла мне нет. Есть еще рабочие. Это там не руки, а всякие насадки. Там, типа, картофель чистка у меня есть. На вельке кататься. Я почему-то мечтала картошку попробовать почистить без руки. Не знаю, что за мечта, но такое тоже имеется. Ну, вот этот конкретный протез, он через сколько его нужно будет менять? Уже все. Вот я сейчас подала, и говорю, больше восьми месяцев жду, пока никакого ответа. То есть уже ты просрочила это? Все, да. Я даже больше, я с ним три года проходила, подала заявку. Ты приезжаешь на комиссию, они смотрят, давать ли тебе новый, либо ремонтировать старый. Вот. Но пока тишина. Какие еще проблемы в системе поддержки инвалидов вот у нас существуют? С какими лично ты сталкиваешься? Ну, самая, наверное, доступная среда, но тут больше кто на колясках продвигается, для них еще сложнее. Лично я сталкиваюсь, это точно принятие, наверное, людей с инвалидностью, потому что их не видят. Они сидят, опять же, из-за доступной среды дома, и когда ты выходишь куда-то, и протезом там берешь хлеб в магазине, то на тебя оборачивается вся очередь, как будто ты выступаешь где-то в цирке. Ну, это такое неприятно. Хочется, чтобы, ну, как бы, ты такой же обычный человек, как и все. Ну, то есть здесь ты имеешь в виду, в нашей культуре этого мало, и люди это всегда с ужасом воспринимают? Да, поэтому почему я, опять же, хожу с таким протезом? Хочется, чтобы люди видели, что если у тебя там протез, инвалидная коляска, что ты совершенно нормальный человек. У тебя в соцсетях, я нашла такую фразу. Людей бесит, что я улыбаюсь. Может быть, обществу просто еще не удалось приучить себя к мысли, что железка ничего не меняет, и что ты такой же человек. Ты имела в виду, что людей раздражает видеть тебя веселой и нормальной? Счастливой. Ну, большинство считает, что если случается какая-то трагедия, человек должен страдать. Ну, и я помню, что у меня какие-то интервью, даже первые, я там улыбаюсь, и все говорили, они, наверное, накачали наркотиками, поэтому она все улыбится. Ну, поэтому... Хотя я думаю, если бы я сидела и страдала, там, и выкладывала в соцсетях, как все плохо, то тоже бы всех это бесило. А что это? Откуда такая вот культура, что человек, который приобрел инвалидность, должен теперь всегда страдать? Ну, наверное, просто общепринятое мнение больше. Самое это... Ну, у людей так людям проще. Я знаю, что ты столкнулась с новой волной хейта и ненависти из-за своих порой очень откровенных фотографий и фотосессий. Расскажи, для чего ты их делаешь? Это давно было. Это как раз был период, когда у меня, ну, момент был с протезом и с принятием какого-то себя, сексуальности. И мне казалось, что все, куда я там со шрамами, я больше никогда никому не понравлюсь. И это была, наверное, такая, как психологическая помощь через фотосессию. Ну, да, тогда писали, что куда так нельзя? Вот точно он ей за этой руки отрубил за то, что она так фотографируется. И я так еще делала как раз без протеза, фотографировалась с культей. Но все равно в жизни ходить, например, пока без протеза я не могу. С мужем я видела, ты делала такой откровенный ролик на трехлетие вашей свадьбы. Он так эротично поднимал тебе ногу. Тебе вот важно показать себя все-таки такой вот... Что я красивая? С мужем счастливой, сексуальной красивой. Сексуальной тоже важно. Конечно, я человек, я девушка, женщина, и для меня это важно. И я хочу как раз тоже передать, что когда ты там с протезом, со шрамами, это не значит, что все, твоя жизнь кончена. И многие как раз писали тоже девушке, что для них это было в помощь. А как ты думаешь, вообще существует здоровая ревность? Я не ревнивая, но поэтому для меня это сложный вопрос. Говоря, что ревность, это же проблема в себе, неуверенность. Скорее, я думаю, что нет ревности. Что-то в рамках нормы. Вот, как бы ревность. Из-за чего ты можешь ревновать? Или почему? Ну да, и что является здоровой ревностью. То есть не является условно маячком к тому, что человек, скажем так, не докладывается. Не, ну, наверное, у кого-то есть, есть ревнивые люди, ну, даже там, и немного. Но тут важен факт, что если тебя что-то не устраивает, то надо расходиться, а не колечить другого, или как-то ему, там, портить жизнь. Моя жена шляется по киношкам с каким-то мужиком. Я сходила в кино с мальчиками. Посреди дня я бы стала брать своих детей на встречу с любовником. Тебе само это не смешно? Когда вот люди живут просто на уровне вопросов, где ты была, покажи телефон. Мне кажется, нехорошо уже. Это уже... Думаю, что нет. Тоже, опять же, потому что сейчас знаю различные истории. Может быть, ну, там, лет шесть назад сказала бы, ну, наверное, ничего. Различные истории, чем это все заканчивается. Ну, да, потому что, да, вот когда вот так тебя контролируют, смотрят, ну, раньше, когда ты в этом не варишься, как бы не знаешь это, насколько это глобально, ты как бы и не подумаешь, что с человеком что-то не так. Но это тоже не значит, что все, кто тебя спрашивает, покажи телефон, тебя вывезут и отрубят руки. Поэтому тут сложно понять. Ты что, за оленя меня держишь, тварь? Тихо. Я не догадаюсь, что ты сообщение удаляешь. Получается, что ревность довела Грачева до этого безумного состояния. Я думаю, это не ревность, это, наверное, не умение признавать то, что с тобой хотят разойтись, ну, в плане, что ты в чем-то где-то можешь виноватым быть. Поэтому проще обвинить другого, что, значит, человек уходит к кому-то. Поэтому, мне кажется, это в этом проблема. Ну, не было бы ревности, он придумал что-то еще бы, накрутил. Я вообще думаю, что он бы это сделал в любом случае просто. Получается, что до того, как он, скажем так, до того, как ты не сказала ему о том, что разводишься, ревности вообще никогда не ревновал. То есть это именно невозможность принятия вот этого расхода? Думаю, да, что это, почему с ним расходится. Скажи, а была психологическая экспертиза? Уже вменяемый? он в институте сербского проходил целый месяц. Он вменяемый, делал не в состоянии аффекта. Но он не пытался себя выгородить не вменяемый? Нет, я думаю, что это потому, что опять же дети, и чтобы не лишать, ну, как бы, для него это тоже смягчающее обстоятельство, поэтому он не под... А он не ожидал, что его родительских прав лишат? Я вот, кстати, не знаю, что он думал на тему детей, с кем они останутся, и вообще, как они останутся, если у меня рук нет, может быть, с его мамой, вот. Но он не хотел, это было 5 или 6 заседаний, мы лишали родительских прав. как бы прокуратура и говорила, что он хороший отец. Можешь дать какой-то совет, как отличить нормальные отношения от абьюза? Нет, это было бы очень легко, и кто-нибудь уже когда-нибудь бы, ну... То есть рецепта нет? К сожалению. Ну, понятно, какие-то замечательные детали, какие-то там... внимание обращать, как там человек себя ведет, ну, как же, каких-то конкретных пунктов нет. Я не знаю, проходить на этапе отношений психологические всякие проверки. Максим, расскажите, как вы познакомились с Маргаритой? Что вас привлекло? Ой, очень банальная история. Написал в интернете, круто пошутил, она каким-то образом чудесно увидела. Ну, типа, крутой протез, вообще похож на Терминатора, там, будешь в Питере, не знаю, пиши, покажу тебе столицу культурную. Собственно, и как-то вот она ответила, то есть у нее уже тогда было там тысяч десять подписчиков, и вот тогда же нельзя было ей написать сообщение, то есть через добавку, друзья, я написала, она увидела, ответила, типа, вау, прикольно, ну, как-то вот так все зародилось. Я прочитала ваше интервью, и вы там сказали, что на момент знакомства вы не знали ее истории. Я хочу понять, как вы могли этого не знать? Нет, не совсем так. Я слышал вот историю по телевизору, ну, наверное, как рядовой гражданин, где-то что-то произошло, ну, блин, нифига, жесть какая прям, ну, нет, я, несомненно, знал, не знал, как выглядит девушка, не знал всех подробностей, исхода, итога, вот этих подробностей нет. А то, что было, в целом, да, ну, это какое-то безумие было. То есть вы начали общаться после трагедии? Конечно, да. Когда вот вы встретились первый раз, вы, естественно, уже всю историю ее прочитали? Конечно, уже пооштрудил, да. А вот не сложно было после этого вообще с человеком начать общаться? Было на позитиве, все было легко, сразу прям, вот прям реально лайтово, прям по кайфу, мы как-то вот, я не знаю, с самого первого дня нашего знакомства пошли какие-то нелепые, блин, приколы, в плане, что она где-то упадет на снег. Я прибегу не на ту станцию метро, чтобы встретить, она мне там, а номера-то нет, она мне вконтакте строчит, типа, блин, ты где? Я тут уже долбал, а ждать. Да ты не на той станции вышла. Короче, как-то вот было все сразу на позитиве. И как-то так и пошло. Она на реабилитацию приезжала, вот, проходила здесь в реабилитацию, и вот эти вот дни считанные, которые можно было ее выдернуть вот из этого, я прям, честно говоря, ценил пипец как. Ну, реально. Очень интересно, как вы решились изменить свою жизнь и сделать предложение Рити? Это же огромная такая ответственность взять в жены девушку-инвалида с двумя детьми. Большинство мужчин бы сказали «Невер!» А рокеры уж тем более. А рокеры скажут «Е-е-е-е!» По-любому. Слушайте, не, я не знаю. Я просто в какой-то момент почувствовал, что хорош вот эти вот какие-то набеги, то есть она сюда на реабилитацию, я там к ней уезжаю на какие-то выходные, там, когда можно. Все, хорош, надо как-то переходить на новый уровень. Собственно, подготовил там сюрприз, колечко, и все, получилось. Да. Хотя она мне не сразу сказала «да». Она, по-моему, да, я подарил ей кольцо, она мне сначала удивилась, а потом пошла вообще на какую-то, короче, тусовку с адвокатом. Что-то вообще, блин, не так пошло, но потом все-таки это было «да». То есть она проверяла, настороженно относилась. Можно сказать, что она вначале, что ей было сложно как бы сблизиться? Я думаю, что она все знала, ну, наверное, предполагала, что это будет. А как она сказала потом «да», вот вы сделали ей предложение, она что сказала, я подумаю и пошла на тусовку. Да я что, помню, я сам в шоке был каком-то. Вот, я реально не помню, как она сказала «да», но я помню, как мы оказались в ЗАГСе. Вот это интересно. Целый год вы держали вашу с Ритой свадьбу в секрете. Это правда, что вы даже своим родителям о женитьбе не рассказали? Да, не знал вообще никто, кроме… А почему? Можете объяснить. Ну, представьте, да, вот девочка с такой тяжелой на самом деле историей. Куча там СМИ, которые ее обволакивают и в чем-то осуждают, где-то нет. И тут появляется такой типа пацан, неформал там, а что, куда, и мы решили пожениться втайне, показать людям, что действительно это все какие-то рамки бестолковые, и не надо на них акцентироваться. И мы просто втайне продержались вот этот год. Это было местами сложно, но мы рады, что у нас получилось. У нас знал только сначала ведущий на свадьбе. надо же было, как-то его там, ну, подготовил там программу, скажем так. А почему родителям-то не рассказали все-таки самые близкие люди? Ну, не знаю. Если бы, наверное, был бы второй раз это все пережить, я бы все равно не рассказал. Держал бы, наверное, втайне. Ну, прикольно, потом, когда они все сидят, куча народу, они смотрят на это, думают, что приехали на свадьбу, а приехали на годовщину свадьбы. Вот этот момент, это тоже, знаете, стоит много. Улица. Он вообще сам хочет здесь все делать, хочет сам. Вообще ничего не дает помогать. Слушайте, мы возле села. Пойдем на дорожку, выйдем? Не упади, только Ярослав. У него своя дорожка. Ярочка, пойдем сюда. Ярослав. Я вот как-то поначалу думал, что, ну, у нас вроде как одна фамилия, а потом что-то так все равно стало. И действительно, там как, слушайте, у меня недавно Ярослав порвал паспорт. Я, ну, документы, я пошел менять документы и тупо реально офигел какой это геморрой, хотя я сейчас с теми здесь не госуслуги и прочее. А тут поменять все документы, это прямо проблема. Ярослав, пойдем сюда. Ярочка, пойдем сюда. Да и для меня не так принципиально. Хоть она Грачева, хоть Кулачева, хоть Морачева. Ну, это как штамп в паспорте, хотя для меня важен штамп, но я имею в виду, что это люди там живут счастливо и без штампа и там с одной фамилией и с разной. И без паспора, так как оказалось. Ну, там Босс была и в первом браке с одной фамилией и со свадьбой. Ну, что, это же тоже не показатель, что все, мы будем жить счастливо. А можно, ну, как бы, не менять фамилию и прожить мы всю жизнь. Поэтому, как бы, у нас нет таких заморочек. Твои мальчики ласково называют тебя мамой киборг. А мы трансформер. Ты им рассказывала, ну, и они, наверное, как читали уже сами о том, что случилось. Они спрашивают про родного отца? Они, первое, вообще, они увидели в книге, там есть фотография его, где он за решеткой сидит, и они знают, что случилось. Понятно, без деталей, без подробностей, и там уже в будущем захотят, когда посмотрят, так же, или сериал, или книгу. Но они в курсе, они не называют его отец, и не называли, как-то у них быстро это отошло. Вот. Они его называют плохой дядя. Он из колонии передавал им письмо, насколько я знаю, да? Им вроде нет, записку какую-то, я знаю, выкладывали. Так. Они читали ее? Нет. То есть, ты не хочешь показать? Нет, вообще никак, ни записок, ничего. Ну, и он лишен родительских прав, и он, как бы, уже на законодательном уровне, и для них никто. Поэтому, как бы, нет, никакого общения нет. Просто есть такое мнение, что даже когда вот папа является преступником для детей, все равно в этом смысле это же травма, что вот один из родителей оказался плохим дядей. И не вырастет ли потом кто-нибудь из детей с генами? Нет, имеется в виду, что вот некоторые психологи считают, что потом очень важно, наоборот, встретиться с этим человеком, как бы закрыть этот внутренний гештальт, потому что если у тебя такая значимая фигура, как отец, это просто как какой-то там плохой дядя, преступник и так далее, если ты его как бы не увидел, не закрыл, не простил даже за какие-то чудовищные вещи, то это навсегда у тебя оставляет как у ребенка какую-то большую травму. Но я не очень понимаю, зачем встречаться, спросить, зачем ты так сделал или почему ты так поступил, ну а там, конечно, они вырастут, станут взрослыми и могут сами уже принимать решения. Понятно, мне бы это не хотелось, и я бы не поддержала и сказала, что я это не приветствую, но как бы я не могу всю жизнь контролировать. Ты не приветствуешь, потому что считаешь, что... Во-первых, он опасен, а во-вторых, ну как бы, что он может сказать? Ну, не знаю, что говорить, я так, ну, меня довери, и вообще не знаю, к чему это. Давай поговорим о твоей новой жизни. Чем ты сейчас занимаешься? Кем работаешь? Сейчас больше, ну, в семье с детьми, с мужем. Сейчас не работаю, были до этого, работала на телевидении на «Россия-1», и есть какие-то просто проекты, и опять же, ну, в соцсети какая-то реклама. Ну, сейчас ее меньше, потому что много блокировок. Как ты познакомилась с новым мужем Максима? Тоже в соцсети он мне написал, и как-то я нечаянно ответила. Не знаю, судьбоносно, почему заметила, не знаю. Кто первым признался в любви? Как это развивалось? Он. Я вообще не думала ни о любви, мне было не до этого, я была вся в медицине, в юридических делах. Но он, как раз он был не напористый, он очень долго ждал, он был вначале знакомым, потом другом, и, ну, для меня это было важно. После этой трагедии, мне кажется, довольно тяжело же было начать доверять мужчинам. Ну, мужчинам я доверяла, я понимаю, что не все мужчины такие, но, когда я, помню, с Максом сошлась, я в него спрашивала паспорт, и что он мне реально приносил, я чуть ли там не собирала, потому что у меня было подозрение, а вдруг это какие-то там связи от бывшего мужа как-то направили, и вдруг что-то хотят сделать. Такое было. Почему ты не меняла фамилию после своей? Я сейчас не поменяла, ну, как бы она есть, потому что это огромное волокита бумажная, и, наверное, я это делать не буду. Хотя писала в постах, что я хочу поменять, ну, раньше какие-то прошлые, но сейчас нет, но это точно не, потому что пишут, что вот это имя тебя прославила, фамилия, и ты не меняешь, потому что Грачева... Ну, просто какая волокита это, так прийти в паспортный стол один день? Паспортные, всякие инвалидные документы, дети. И я хотела, я тут хотела поменять, поменять как раз детям фамилию, отчество, а мне сказали, что отчество до 18 лет нельзя менять у детей, поэтому... И меня фамилия никак не задевает, я как бы каждый день просыпаюсь и вижу, что у меня руки нет, это больше там воспоминания создает, чем фамилия Грачева. Два года назад у вас с Максимом родился мальчик, ты стала многодетной мамой, поменяешься, кто помогает, вообще сложно же, наверное, с тремя детьми. Ну, старшие уже большие, с Ярославом, какие-то мелкие вещи, которые делать не могу, я, например, не могу застегивать молнии или подстригать ногти, это делает как раз Макс, ну, либо дети старшие помогают. Вот в таких вещах много, уже, ну, самостоятельно привыкаешь, но мне было волнительно, потому что ты, ну, рожаешь и не знаешь, что ты сможешь, а что нет. Слушай, был в России такой деятель по имени Владислав Позняков, основатель так называемого мужского государства. Правда, что он устроил огромную травлю против тебя после рождения третьего ребенка? Да, но я не знала тогда про это сообщество. Вначале они писали Максиму что-то, они атаковали его, и меня это, это было как раз после родов, очень сильно задело. Я первый раз, когда я помню, что я прям, ну, плакала из-за каких-то хейтеров, я закрыла страницу, вообще у меня там стерлась вся статистика, все потом полетело, ну, потому что они писали что-то, вот, родила там тоже ребенка кибер, какие-то обидные вещи, мне казалось, ну, там, Ярославу был на неделе две, и как бы он еще точно в мире ничего плохого не сделал, зачем они на него накидываются? То есть это был просто хейт ради хейта? Да, да, причем Максим потом нашел кого-то, кто ему писал эти посты, и человек оказался как раз из Питера, он продает воздушные шарики. Да, ладно. нашел, доехал, что-то до него сказал, чем ты вообще занимаешься, ну, а они просто в этом мужском государстве состоят, как будто их там, ну, запрограммировали, они даже, мне кажется, иногда не понимают, кому они пишут и что. Я просто пытаюсь понять их логику, ну, вот, девушка, ставшая жертвой насилия, рожает ребенка от другого мужчины, никого в этом смысле не трогает. Тут была претензия в другом, тут была претензия, что, какого хрена, типа, я, чувак, взял девочку, инвалида, с двумя детьми, я чоку колд, блин, ну, короче. А, то есть это вообще к тебе были претензии? Ну, сначала ко мне были претензии, да, ну, где-то еще, блин, причем. То есть такой замес, они хотели, чтобы ты ее бросил? Да, они просто хотели потроллить, не знаю, побулить в интернете, там, и все, не более. Рита сказала у меня, что ты узнал, что вот этот человек, который писал какие-то самые ужасные гадости, в итоге оказался продавцом воздушных шариков. По-моему, шарики были даже. То есть это какой-то вообще милый человек, вот будет работать здесь барменом в баре, ты никогда не узнаешь, что это вот, то есть это такой сетевой хомячок, да? Ну, да там все они, блин, там такой возраст у них от 13 лет, там школьники. Я кому-то позвонил, из номеров, которых выбил, вот, значит, в телеге, я попал вообще на урок. То есть, ну, реально там, тупо дети учатся в классе, там крик какой-то, ну, о чем говорить? Какой, блин, какая диалогия вообще? Сейчас семья сталкивается с буллингом, с хейтом, вот каким-то. Да нет, абсолютно. Ну, это был первый раз, и последний, не знаю, что это было. Ну, короче, все, больше ничего такого нет похожего. То есть сейчас тише до глади, все хорошо. Ну, вот смотри, сейчас в онлайн-кинотеатре Иве вышел сериал Андрея Асяна о жизни Риты. А к твоей супруге снова повышенное внимание. Главное, чтобы не было вот такого внимания, то есть как вот от Познякова его как бы команды, а остальное хорошо. Не помешаю? Нет, конечно. Все, еще пишешь книгу? Да. Я думаю, ты права. Надо написать ее вместе. Нельзя просто взять и забыть это. Ты можешь заглянуть в себя и ответить на очень простой вопрос. Ты сейчас счастлива? Да, ну, я, наверное, когда писала книгу «Счастлива без рук», она так и называется. Я счастлива, ну, действительно, счастлива. Понятно, у меня есть тяжелые моменты. Это не значит, что я тут порхаю, у меня так все хорошо, там и протезы, это все ерунда. Нет, мне тяжело. У меня очень много есть, ну, вещей, от которых я завишу, и это все теперь на всю мою жизнь. Ну, я счастлива. Я давно еще читала твою книгу, когда мы делали с тобой большую программу, но в этой книге все равно, знаешь, такое-то счастье через преодоление, через страдания, через вот большую травму. Такое счастье, как будто ты себя на него программируешь и добиваешься. Это сложная борьба за это счастье. Как бы я сразу поняла, что нужно привыкать к новым обстоятельствам, учиться жить по-новому. Ну, а как по-другому? Сидеть, как бы рыдать, что ничего не изменится, руки не вырастут. Наверное, это проще, но как бы это неинтересно. Скажите, как вас изменила трагедия? Я стала больше ценить жизнь, понимать, что все, что не делается в нашей жизни, это для чего-то нужно. Но, конечно, такой, как прежде, я уже не буду. Наверное, большая цель это все-таки не разобраться. Опять же, я говорю, поднять тему очень важную. Это для меня глубже. А разобраться, ну, тут еще период книги был, наверное, там более это было. Можно ли вообще, пережив такие страшные события, не потерять себя и сохранить веру в людей? Ну, наверное, раз я верю и там вышла замуж, то, наверное, это есть. Но это тяжело. Мне многие девушки пишут и говорят, что как бы я точно не готова и тем более на противоположный пол пока смотреть. Поэтому это время у каждого это оно свое. Спасибо тебе большое. Маргарита, а сейчас вы счастливы? Да, я абсолютно счастлива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова